В медико-социальном отделении детской клинической больницы номер два живут дети в возрасте от одного месяца до четырех лет. От кого-то из них родители отказались сами, других забрали органы опеки. Часть детей с отклонениями здоровья и ВИЧ-инфицированные. Сделать их дни чуть более праздничными работникам больницы помогают благотворительные организации. Вот и теперь радость детям подарил проект «Добро рождается сейчас». Мы решили сделать ремонт именно на этаже, где находятся эти детки. Коридор находился достаточно в плачевном состоянии и в течение трех месяцев мы у различных частных лиц и организаций собрали деньги. И на данный момент уже произведен ремонт в коридоре, нарисована такая красивая стена для всех. Краб, звезда, дельфин и другие обитатели моря теперь живут перед окнами больницы. В стенах самого отделения нет и намека на процедуры и лечение. В коридорах не пахнет лекарствами, а дети играют, как в детском саду и создают яркие картины буквально своими маленькими пальцами и ладошками. Принцип чужих детей не бывает, он работает и в нашем городе, и в нашей больнице. И поэтому огромное количество людей приходит с желанием просто помочь. И помощь эта абсолютно разнообразная, она многоплановая и она не только финансовая. Медико-социальное отделение достаточно большое и рассчитано на 60 человек. Пустые палаты – повод для радости. Сейчас здесь находится 43 ребенка. По словам главного врача, количество отказничков постепенно снижается, но каждому из них по-прежнему не хватает семьи и заботы. Конечно же, мы стараемся их вкусно накормить, красиво одеть. Но каждому ребенку нужно тепло. Нужно тепло рук. Тепло рук мамы. Но если этой мамы нет, значит, здесь мы стараемся заменить это тепло. Совсем недавно в больнице открыли первое отделение реанимации. Открывали без лишнего внимания. Ведь, по словам врачей, отделение есть, но лучше, чтобы никто из пациентов туда не попадал. В данном виде больница существует уже около 30 лет. И за это время она стала действительно народной. Погулять с ребенком, посадить цветы на клумбе или раскрасить стену – помочь может каждый. Для этого необходимо лишь согласовать свою идею с главным врачом. Ольга Продан, Руслан Мартынычев. Новости на Восьмом. Руслан Мартынычев. Новости на Восьмом.